Привет! Вы на отличном канале, канале компании «АвтоСтронг». Помните, что в компании «АвтоСтронг» 180 тысяч очень качественных запчастей. Хотите коробки? Пожалуйста, двигатели, рулевые рейки, фары, редукторы, стартеры, генераторы – все это есть в компании «АвтоСтронг». Сегодня мы разберем очень популярный двигатель от Fiat 1.4 T-Jet. В 2007 году компания Fiat представила свой новый турбобензиновый двигатель 1.4 T-Jet. Она сделала это на три года раньше, чем концерн VAG выпустил свой 1.4 Tessi. Но итальянский двигатель создан на основе старой конструкции семейства Fire, которая ведет свою родословную с 1980-х годов. Поэтому блок у этого двигателя чугунный, но опоры коленвала залиты в нижний алюминиевый полублок. Впрыск топлива осуществляется во впускной коллектор, а в приводе ГРМ зубчатый ремень. Двигатели T-Jet выдают от 105 до 200 лошадиных сил в некоторых заряженных версиях. Самые популярные двигатели выдают от 120 до 150 лошадиных сил. Данные двигатели не оснащены особой ГБЦ с механизмом бездроссельного впуска. Такие двигатели появились после 2010 года. Двигатель 1.4 T-Jet нашел свое применение на Fiat Punto, Bravo, Lancia Delta, Abarth 500, Punto и Grande Punto. Сегодня мы будем разбирать двигатель 1.4 T-Jet, снятый с Fiat Bravo 2 2009 года выпуска. Двигатель 1.4 T-Jet надежен и долговечен. Он не имеет серьезных систематических проблем и не огорчает дорогостоящими поломками. Данный двигатель может пройти свободно 300 тысяч километров, а может при хорошем обслуживании и 500. Все-таки это двигатель старой школы. Однако знаменитое итальянское качество и любовь к мелочам может огорчить мелкими хлопотами в виде течи жидкости и другими неприятностями. Далее обо всем подробно расскажем. Генератор на двигателе T-Jet служит неплохо, но в случае поломки не поддается ремонту не оригинальными деталями. Итак, симптомы неисправного генератора всем известны. Это отсутствие заряда аккумуляторной батареи и также неработающий электроусилитель руля. Эти симптомы, кстати, могут проявляться спорадически. Генератор можно отремонтировать, но практика показывает, что надо устанавливать только оригинальный реле-реле регулятор Denso. С неоригинальным проблемы сохранятся. Известная, но не частая проблема двигателя 1.4T Jet – это запуск двигателя со второго раза. Виновником может быть один из трех узлов. Это обратный клапан топливного насоса, регулятор на топливной рампе, а также форсунки. Первым делом надо проверить давление в топливной рампе. Давление в топливной рампе на холостом ходу должно быть около 3 бар и не опускаться ниже 2,5 бар через несколько часов. На холостом ходу давление не должно подниматься выше 3,5 бар. Обычно всему виной вот этот клапан-регулятор на топливной рампе. Также в топливном насосе в баке находится топливный фильтр. Если фильтр засоряется, то двигатель плохо тянет и разгоняется срывками. Топливный фильтр встроен в топливный насос, что недешево. Но владельцы нашли решение. Они подключают подачу бензина в обход штатного топливного фильтра, а в линии подачи под капотом встраивают подходящий фильтр тонкой очистки. Николай, Николай, сиди дома, не гуляй! Но нет, гуляет! Встречаем, Николай! И мы начинаем нашу разборочку. На двигателях 1.4 T-Jet используются турбины IHI RF-H3. На 120-сильных версиях модель VL37 на 150-сильной версии VL36. Данные турбины ходят хорошо, могут пройти 250-300 тысяч километров. Формируют избыточное давление наддува до 0,9 1 бара. Преждевременная замена турбокомпрессора может понадобиться из-за трещин в его чугунной горячей части. Это распространенная проблема турбин IHI. Обычно через эти трещины в некоторых случаях могут выходить отработавшие газы. Естественно, производительность турбины тогда теряется. Газы выходят под высоким напором. То есть в нормальных средних режимах работы двигателя он работает без потери мощности, а при высоких нагрузках теряет мощности. Также данные турбокомпрессоры могут потребовать внимания из-за подтекания масла под трубками подачи масла к картриджу. Чтобы решить данную проблему, надо поменять резиновые уплотнения на трубках. Перепускная заслонка турбины IHI управляется вакуумным актуатором, который в свою очередь управляется электровакуумным клапаном. В версиях двигателей T-Jet 120 и 150 лошадиных сил присутствует так называемый клапан bypass, который стравливает излишнее давление наддува. Чаще всего из строя выходит именно bypass из-за того, что в нем лопается резиновая диафрагма. Тогда двигатель плохо тянет из-за того, что создаваемое давление наддува после компрессора отправляется обратно во впуск. Если утечки воздуха незначительные, то ошибок не возникает. А вот если утечки воздуха значительные, то тогда возникает ошибка 0240. Также эта ошибка возникает из-за отказа электровакуумного клапана, когда перепускная заслонка не двигается вообще и управлением наддува ничто не управляет. Также оба клапана могут глючить из-за потери контактов в их разъемах. Напомним, что все двигатели, которые мы разбираем, не прошли суровый контроль качества компании «АвтоСтронг». По состоянию данной турбины отметим, что здесь есть трещина возле перепускной заслонки в ее горячей части, а также трещина в выпускном коллекторе. Маслоотделитель, он же сопун системы вентиляции картерных газов, оснащен резиновой подпружиненной мембраной, которая регулирует отток картерных газов. В зависимости от режима работы двигателя, картерные газы идут во впускной коллектор по двум направлениям – перед компрессором либо же после него. Мембрана, разумеется, не вечная и с годами может треснуть. При такой проблеме из-под капота раздается свист и шипение. При большой трещине в мембране слишком много паров масла будет попадать во впуск, и тогда это будет видно по черному налету на воздушном фильтре. Мембрану можно заменить отдельно. На рынке хватает заменителей. Также не помешает хотя бы раз в пять лет почистить маслоотделитель, потому что скопившаяся за эти годы эмульсия из влаги и паров масла может зимой замерзнуть и тогда закупориться системой вентиляции картерных газов. Были случаи, когда масло выдавливало через щуп. Также известны редкие случаи потери всего масла из-за неправильной работы маслоотделителя и его клапана с порванной мембраной. Тогда, к сожалению, двигатели доезжали до приваривания вкладышей к коленвалу. На входе в помпу системы охлаждения используется вот такое эластичное кольцо, которое со временем теряет герметичность и дает течь антифризом. Мы рекомендуем менять это уплотнительное кольцо с помпой при замене ремня ГРМ. Катушки зажигания на двигателе 1.4T Jet в целом служат неплохо, но при пропусках зажигания, о чем говорят чередующиеся пинки и потеря мощности и моргающий индикатор Check Engine скорее всего виноваты пробитые либо изношенные свечи. Из-за изношенных свечей зажигания возрастает нагрузка на катушки зажигания. В первую очередь, как правило, не выдерживают резиновые изоляторы. Эти изоляторы, потрескавшиеся и изношенные, можно поменять отдельно. Теплообменник, служащий для охлаждения масла, может дотечь масла по болту, который находится в нем. Со временем дубеют вот эти два резиновых колечка и перестают выполнять свою функцию. Их можно заменить, тогда проблема решится. Менять колечки лучше при замене масла, когда все масло слито из поддона. Комплект ремня ГРМ такой же, как и на других двигателях семейства Fire – от 1.0 до 1.4 литра. Менять ремень ГРМ надо каждые 120 тысяч километров, но при сложных условиях эксплуатации каждые 60 тысяч километров. В ГРМ нет никаких меток. Замена ремня ГРМ производится, когда все поршни выставлены на одном уровне. Для этого надо выкрутить две свечи и поставить туда линейки. Затем распредвалы и коленвал фиксируются через специальные отверстия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Головка блока цилиндров на двигателе 1.4 литра Т-Джет состоит из двух частей. Верхняя часть – это постели распредвалов и сами распредвалы. А в нижней части находятся клапаны и сопутствующие детали – толкатели, пружины, направляющие и так далее. Как таковой клапанной крышки нет. ГБЦ у турбированного мотора уникальная и отличается от атмосферной. А распредвалы на 120-сильной и 150-сильной версии разные. По масляному нагару видно, что моторчик потреблял масло. Других каких-то косяков с этой ГБЦ замечено не было. При больших пробегах будет не лишним заменить маслосъемные колпачки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блок цилиндров двигателей Т-Джет чугунный с расточенными в нем гильзами. Существует один ремонтный размер поршневой группы. Данный блок турбированного мотора отличается от блока атмосферного более развитыми каналами системы охлаждения. А также высота блока увеличена на 0,8 миллиметров. Ну и по состоянию в трех цилиндрах все отлично. Хон присутствует, задиров нет. А вот в одном цилиндре мы видим коррозию. Почему? Неизвестно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну а теперь о состоянии цилиндропоршневой группы. По поршням графитовое напыление на трех поршнях потерто, а на поршне четвертого цилиндра оно стерто. По состоянию шатунных кладышей все хорошо. Закоксованное маслосъемное кольцо, но все компрессионные маслосъемные кольца подвижны. По состоянию коренных кладышей никаких вопросов нет и визуально коленвал неплох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоит упомянуть, что в блоке нет маслофорсунок. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали достаточно добротный мотор, экономичный по топливу. Масложор случается очень редко, но это если водитель уж сильно экономит на масляном сервисе. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».